Какие соревнования такие участники слабых пилотов на Сочинский картодром не допустили. Борьба за лидерство развернулась нешуточная. А тут еще и трасса, которая считается одной из сложнейших. Как говорят сами пилоты, после Сочинского картодрома не страшны никакие подводные камни, вернее кочки и повороты. Такому опыту тренеры только рады. Несмотря на то, что уже не первый раз на этой трассе, каждый раз, когда приезжаем, обязательно как ритуал пройти по трассе, просмотреть все участки. Мы в Сочи всегда с радостью приезжаем, потому что зимний период, не у всех бывает возможность поехать в Италию на итальянские трассы, где проходит зимнее первенство. Сергей Южаков привез на весенний трофей трех пилотов. Один из них финишировал вторым. Реванш пилот планирует взять на втором этапе всероссийских соревнований, который состоится в городе Грозный. Сил не хватало уже, очень много кругов. Думаю, если еще года 3-4 ездить, то могут взять формульный класс и дальше переводить в формулу 1. Первым планировал финишировать и сочинец. На Матвея Цветкова делали ставки и его наставники. Но, как оказалось, скорость боли дает еще не показатель мастерства. В итоге третье место. Но мечты никто не отменял. Чуть не повезло. Это спорт. Все время так бывает. Попасть в формулу 1, стать чемпионом мира. Ну, все как обычно. Григорий Примак из Тольятти стал шестым. Пилот отмечает, гоняться в Сочи задача не из простых. И полученный здесь опыт, как и сама награда, дорогого стоит. Картодром подготовлен реально на высшем уровне, но трасса не особо подходит для нашей техники. И мы будем пытаться ее доработать в следующие разы и побороться за чемпионство. Сочинская трасса – это необычная трасса. И к этой трассе я бы хотел подготовиться более усиленно. Одним из немногих, кому удалось покорить сочинскую трассу, стал чемпион России Алексей Смородинов. 19-летний пилот планирует делать карьеру в большом спорте. Но в отличие от младших коллег по цеху, о королевских гонках уже не мечтает. Ради удовольствия. Реально, только так. Удивили. Я думала, скажете, формула 1. Нет. Туда нереально попасть, к сожалению. У нас впереди сезон чемпионата России по картингу. Поэтому пока только на него. Но стремимся выехать за границу на международный чемпионат. Что же касается национального чемпионата, то он тоже может пройти и на курорте. Сочинский картодром не только легендарный, но и современный, отмечают руководители Федерации картинга. Я очень доволен, что сегодня прошли всероссийские соревнования. Дальше мы будем смотреть, будет здесь чемпионат России. Это все будет зависеть от желания города Сочи, скорее всего. Мы-то готовы. Здесь очень много людей, которые подходили, говорят, мы первый раз на этом картодроме. Мы не ожидали, что такого уровня картодром. Различные чемпионаты, кубки и первенства на Сочинской трассе проходят традиционно. Но весенний трофей – самый престижный турнир и прошел на курорте впервые. До нового уровня картодром дорос к своему 32-летию, шутит его директор Борис Чхетяни. Но здесь он дядя Боря, который вырастил несколько поколений автолюбителей. Как известно, идея построить в Сочи картодром принадлежит именно ему, впрочем, как и ее реализация. Это был 1985-1986 год. Начало перестройки, раздрай. Много-много чего было негативного. Пацаны портились. Я предложил построить картодром. Я говорю, пацаны это любят. Я был в комитете по делам несовершеннолетних. Мы говорили, говорили, говорили. Я говорю, слушайте, ну чего мы говорили за ним? Давайте что-нибудь сделаем. Ну вот я предложил вот такой вариант. Меня поддержали и случилось вот то, что случилось и получилось хорошо. Конечно, мы, академика, вырасти не можем. Я уже много раз об этом говорил. Но мужики у нас вырастают чудные. Традиции живые. На картодроме всегда масса мальчишек. Такой была задача 32 года назад. Очередной десант пилотов сюда прибудет уже через неделю. Ну а в августе снова масштабный слет экстремалов. На одной из самых длинных гоночных трасс страны состоятся очередные всероссийские соревнования Кубок Черного моря.